Цветет розочка Кейт. Она у меня пострадала от моих домашних. Ей выломали два вот таких побега. Даже побольше побеги были с цветами. Кто-то наступил по смородине здесь. Я же всюду втыкаю розочки, а им хочется смородины. Это не мне обломилось. Она у меня. Слезая показала, что это сделал никто. Вот такая. Очень красивая, очарована я этой розой. Я никогда не думала, что у Остина могут быть вот такие вот срезочные розы. Она срезочная роза. Стоит очень долго эта роза. Ни дождь, ни снег, ни ветер никакой. Ничего ей не страшно. Этой розе не выгорает. Она, знаете, лепесточки, вот если вам видно, видите, белеют лепесточки у нее. Открывается и так нежно белеют лепесточки. Замечательная роза Кейт. Красивая. И лист, видите, какой у нее, у этой розы лист. Необычный такой листик. До того красивая розочка. Очень мне она нравится. Эта роза Кейт. Ну, отломанные черенки я, конечно, на черенки ее пустила. Может быть, еще будет у меня две розы. Вот, посмотрим. Вот такая вот она, прелестница просто роза. И она замечательно пахнет, эта роза. Ну, как все Остинки. Остинки пахнут. Ну, я здесь на юге не в восторге от Остина, потому что от кустовых роз, я имею в виду, быстро отцветают. Крокус роз, например, у меня, я не знаю, что с ней теперь делать, потому что она у меня вообще не цветет. Осыпается сразу. А эта роза стоит очень долго Кейт. Замечательная срезочная роза. Я заказала еще срезочные розы Остина. Получу осенью их, посажу. Роза первого года жизни. Ей всего два года. Годовалым саженцем я получила ее Ренега Сини. До того красивая роза. У кого нет такой розы, очень советую эту розу Ренега Сини. Очаровала просто. Красавица. Видите, какой она махнашка, разворот у нее. Бутон большой у нее, цветок. Первого года цветет. Размером 12 сантиметров, не меньше. Роза. Видите, какие цвета у нее. Вот так она горит. Целый день в саду горит. Вот таким огнем красивым. Вечером ее, когда начинает темнеть, видно со всех, знаете, ракурсов абсолютно. Очень красивая роза. Ренега Сини понравилась. Мне замечательная. Я увидела в саду у других людей. И, значит, себе тоже ее красотку купила. Вот, пахнет она. Очень пахнет эта розочка. У нее приятный-приятный такой запах. У этой розы Ренега Сини. Красавица просто роза. Замечательная. Цветет. Вот, нарастает хорошо. Еще бутончик мне дала. Я оборвала. Там были три бутона. Я один оставила. Все-таки у чайно-гибридных роз нужно выламывать бутоны. Оставлять один бутон. Тогда это мы увидим красу. А если оставлять два-три бутона, вот филинг роза. Вот у нее, видите, вот такой в июле. Маленький совсем. Хотя она должна быть огромной розой. Первые были большие бутоны, а здесь вот. Вот так. Но пока я ее не интересуюсь. Она первогодка. Интересуюсь вот этим стволом, который она дала, чтобы формировать на следующий год ее. Теперь цветет роза Афродита. Чайно-гибридная роза Афродита цветет. Единственным недостатком этой розы является то, что у нее нет запаха. Вообще запаха нет. А так цветет она очень красиво. Бутон у нее такой огромный. Видите, какой цвет замечательный такой. Белое напыление какое-то на ней. Вот такое. Вот такая она. Бутон у нее огромный. Сантиметров, наверное, вот этот сантиметров 14. Бутон. Мощная роза. Роза от Тантау. Набирает она очень хорошо ветки. Мне нравится какая она. Вот она какая. Это куст первого года. Получила ее из Аптхоз. Эту розу. Сейчас делают заказы. Очень людям, наверное, интересно. Я думаю, где я купила эту розу. Два саженца купила. От Топалович саженцы. Вот. Красивая. Я много купила в своем саду роз от Топалович. И вы знаете, очень хорошие саженцы у них. В прекрасном состоянии приходят. Даже если маленькие побеги, они очень хорошо растут, эти саженцы. То есть все сделал там. Топаловичи все делают для того, чтобы розы были замечательные. Это принцесса Шарлен де Монако. Доцветает. Вот она раскрывается, когда из бутона вот стоит вот таким образом. Я люблю, когда вот так раскрываются розы. И не срывала ее до последнего уже. Вот сейчас сорву. Потому что, ну, до того мне нравится. Вот красиво как. Смотрите. Красивая очень роза. Замечательно пахнет она. Эта роза. Цветет чайно-гибридная роза Жанна Марлон. Вот такая она огромная. У нее огромный цветок у этой розы. Она замечательно пахнет. Очень приятный запах у этой розы. Жанна Марло. Роза первого года посадки у меня. Куст еще не широкий. Высокая роза. Сейчас высота розы где-то метр десять. у нее. У нее. Вот. Вот так она цветет. Вот так у нее раскрывает она серединочку. Не дает бутон показать. Вот такая. Раскрывает серединочку она вот так. Но вот это раскрытие уже больше недели. Она стоит. Вот только начала раскрываться. А так вот такой бутон стоит больше недели у нее. У нее замечательный лист. Такой, знаете, мощнейший лист. Видно по листу какая-то роза будет. Мощнейшая. Жанна Марло. Достойная розочка. Вот цветет чайно-гибридная роза. Голдштейн Перл. Роза от Кордес. Вот она цветет в саду. Вот таким образом июль месяц. То есть она непрерывно цветущая роза. Чайно-гибридная непрерывно цветущая роза. Вот такими огромными шапками цветет на конце высоченных, больше двух метров стебли. Это роза. За что она мне нравится. Она цветет в саду. Постоянно эта роза. Вот она отцвела. И вот я обрезала ей побеги. Вот она снова, видите, сколько побегов дала. Вот сколько дала. И она будет постоянно цвести, эта роза. Кто-то у меня спрашивал, какой на Кавказе розу завести. Обильно цветущую. Так вот. Волштейн Перл. Эта роза вот так цветет в саду. Прекрасно цветет. Цветет она постоянно. Все время цветет. Все лето будет цвести. До самой поздней осени цветет. Причем, представляете, какими шапками. Вот такими стоит. Голштейн Перл Кордес. Это второе цветение розы Red Intuition. На солнце невозможно эту Red снимать. Она и вообще не дает никакого цвета. На самом деле, бархатисто красный цвет. Цвета красного бархата. Роза очень красивая. Срезочная роза Нидерланды. Чайная гибридная, вернее, она роза. Но вот тут вот на этом бутоне, может, как-то еще поймает цвет. Красивая роза очень даже. Купила по случаю на рынке эту розу. Это моя неизвестная красотка. Я ее купила на рынке за другую розу. Ну, как обычно на рынках мы покупаем, соблазнимся. А она зеленая. Так я и не нашла сорта этой зеленой розы. Не знаю, какая она. Если это лимба, у нее резной лепесток. Вот такой. Ну, та вся вроде резная, смотрела. Вот она зеленая. Зелено-желтая. Видите, сейчас в желтую уходит. А в основном она зеленая такая. Вот камера поймала ее. Вот такая. Что это за роза? Необыкновенно мощная, но чайно-гибридная роза явно. Вот. Но что она из себя представляет? Вот такая вот. Не передает камера, желтизну уходит. Вот такая вот. Поймала камера. Такая вот она. Вот. Такая вот зеленая. Совершенно зеленая. Вот он желтый вот этот у нее. На самом деле, вот эта зеленая. Вот такая. Второй хутор, она растет в моем саду. Ну, наверное, двухлетним саженцем я ее купила. Очень мощная розита. Вот дала мне таких два огроменных побега. Очень нравится моему сыну она. Эта роза. Необычная. Я не люблю такие розы, честно говоря. Все розы красивые, но такие они мне на меня, как говорится, нагоняют тоску. Эти розы все зеленые. Все какие-то. Но это как лимонад, наверное. Очень такая цвета лимонада. Вечером. Очень большой бутон. Красивая роза. Очень хороша.